Военный эксперт корабли НАТО стали появляться в Черном море слишком часто. Радио Спутник. Военный эксперт корабли НАТО стали появляться в Черном море слишком часто. 17.38 фото администрации Одесского морского порта турецкий фрегат TCG Barbaros в Одессе. Фото администрации Одесского морского порта два корабля НАТО зашли в порт Одессы, сообщают СМИ. Профессор Академии военных наук РФ Владимир Козин в эфире радио Спутник обратил внимание на то, что присутствие боевых кораблей Альянса в Черном море стало практически постоянным. 25 февраля 14.23 эксперт, подтаскивая корабли в Черное море, США прощупывают ситуацию а американский эсминец Дональд Кук зашел в порт Одессы. В эфире радио Спутник военный эксперт, генерал-майор запаса Владимир Богатырев высказал мнение, что американцы демонстративно наращивают присутствие в Черном морском регионе. Фрегат TCG Barbaros и ракетный катер быстрой атаки TCG Marti прибыли в Одессу в рамках сотрудничества в сфере безопасности между Турцией и Украиной, сообщает сайт Odessa Online. Сегодня утром в Одесский порт зашли два корабля НАТО. Фрегат TCG Barbaros и ракетный катер быстрой атаки TCG Marti прибыли в Одессу в рамках двухстороннего сотрудничества в сфере безопасности между Турцией и Украиной, говорится в сообщении. По информации сайта, турецкие корабли пробудут в Одесском порту до 8 марта. В конце февраля в Одесском морском торговом порту пришвартовался ракетный эсминец США. В командовании 6-го флота ВМС США заявили, что корабль проводит операции по обеспечению безопасности на море. Профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин в эфире радио «Спутник», отметил, что присутствие военных кораблей НАТО в Черном море стало практически постоянным. Боевые корабли стран НАТО слишком часто стали появляться в акватории Черного моря. Количество учений в этой части Мирового океана значительно возросло. Последний заход ракетного эсминца США, который имеет систему вооружений, в том числе и наступательного характера, и появление сейчас еще двух натовских кораблей в Одессе говорит о том, что заявленная ими цель не соответствует действительности. «Ни о какой демонстрации сотрудничества, укреплении безопасности на море речи не идет», — сказал Владимир Козин. По его мнению, речь идет об отработке наступательных операций. Это осваивание будущего театра военных действий, ознакомление экипажей боевых кораблей с обстановкой на море и в прибрежных водах, отработка операций флот против флота и флот против берега, то есть сугубо наступательной операции. Кроме того, они придумали ротационную основу появления кораблей и их замены, что делает их военно-морское присутствие в Черном море постоянным. «Конечно, все это не способствует стабилизации обстановки», — сказал Владимир Козин. 20 февраля, 19.15. «Военный эксперт. Учения в Черном море могут стать прикрытием для провокации. Постоянная противоминная группа кораблей НАТО находится в Черном море, где примет участия в учениях», — сообщило командование Альянса. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио «Спутник» объяснил, почему эти учения представляют особый интерес. Во вторник, 1 марта, украинский парламент принял закон, разрешающий допуск подразделения вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях. Документ еще должен подписать президент страны. Ранее украинский лидер Петр Порошенко попросил Раду одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделения иностранных войск для участия в учениях в 2019 году. В частности, речь идет о проведении украинско-американских учений. Рапид Тридент — 2019, Sea Breeze — 2019, украинско-румынских учений. Ривер Райн — 2019, многонациональных учений «Кленовая арка» 2019 и украинско-британских учений. Уорриор Уотчер — 2019, 14 февраля, 18.56. Политолог, планы НАТО в Черном море не останутся без ответа. Агент СЕК НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможном увеличении присутствия Альянса в Черном море. В эфире радио «Спортник». Политолог Иван Умезюха отметил, что подобные планы со стороны Альянса из США вынашиваются давно. Редактор субтитров А.Семкин